Вложить мало, а получить много. Мечта. Покровчанин думал, что поймал удачу за хвост, когда ему позвонили с предложением заработать на бирже. Удача совпала, что он вами займется. У него своя команда, у него журналисты подвязаны, у него все. И типа он занимается людьми, у которых пакет от 25 тысяч долларов. А у вас тут чуть-чуть, и он решил вами заняться. Деньги не должны лежать, деньги должны работать. Вроде бы простые истины, но брокер растолковывал их так, что мужчина поверил и переводил свои кровные на неизвестные счета, думая, что вкладывается в акции крупных компаний. Деньги кончились, а желание легко заработать осталось. Мужчина уговорил жену вложиться в инвестиции, взял в долг у знакомых, оформил кредиты. За 10 дней инвестировал 10 миллионов. Трудности начались, когда решил вывести деньги с инвестиций. Обратился за помощью к другу, тот ошарашил. Это же фейк. Тогда мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По поводу того, что мошенники работают, вы знаете? Знал, конечно. Но я с ними никогда так не разговаривал. Я сразу скинул. Я с ними никогда не видел, потому что, как говорят, это затягивает. Ну вот меня и затянули. В настоящее время многочисленные организации предлагают услуги по управлению инвестициями и брокерским онлайн-услугам. Среди них встречаются и мошенники, которые, используя заманчивые предложения и низкую финансовую грамотность населения, всеми силами стремятся вытянуть как можно больше денег из доверчивых граждан, поверивших в возможность быстрого обогащения. Люди вкладывают деньги и думают, что они получают прибыль, поскольку мошенники подрисовывают графики, после чего позволяют даже вывести небольшие суммы, а потом убеждают своих жертв делать крупные инвестиции и далее их счета блокируют. Если вы желаете рискнуть и принять поступившие инвестиционные предложения, обязательно изучите отзывы о данном онлайн-брокере, попросите показать его лицензию на оказываемые услуги, которые в дальнейшем можно проверить через сайт Банка России.